Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях человек, которого не стоит особенным образом представлять любителям рок-музыки. Это наш земляк, родившийся и выросший в Севастополе, создатель первого в Москве панк-шоу-ансамбля, участник многих известных команд, среди которых «Машина времени», «Браво», «ДДТ», «Вежливый отказ» – Сергей Реженко. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте, Максим! Здравствуйте, все севастопольцы, земляки, землячки! Очень рады встрече с вами, собственно говоря, всегда рады, и это очень приятно, что вы не забываете город-герой свой, родной город. Но встретились мы не просто так, а по поводу. 12 октября пройдет ваша программа, концерт на сцене Драматического театра имени Бориса Лавренева, Черноморского флота. Все любители музыки, я думаю, уже в предвкушении этого события. Давайте сегодня немного расскажем о том, что ожидает зрителей, слушателей, что это будет за концерт, какие песни новые, старые, что нас ждет. Но поскольку Севастополь родной город, то я никогда с ним не расставался. То есть я всегда все лето стараюсь проводить здесь. Просто отменяю все концерты, кроме крымских каких-то, которые получаются иногда. И приезжаю просто, чтобы прикоснуться к родным камням, к родному морю. И год назад мне пришла в голову мысль, а почему? У меня есть много таких песен, которые не рок-песни, а они, так сказать, немножко другие. Где-то бардовские, где-то театральные. И они до сих пор не были записаны толком нигде. Я подумал, почему бы мне их не записать. Созвонился с Олегом Ребцовым, у него студия в Севастополе. Говорю, давай запишем и сделаем какие-нибудь аранжировочки легкие для них. Поэтому многие песни прозвучат именно из этих. Я придумал название альбома под названием «Не формат». И как раз вот такие песни и будут там звучать в том числе. Но, конечно, и относящиеся к рок-музыке непосредственно тоже будут звучать. Но, к сожалению, я не смогу спеть некоторые песни тех замечательных групп отечественных, которых я играл за долгие годы своей жизни. Потому что уже, к сожалению, они, руководители этих групп, их имена уже нельзя называть, потому что руководитель там Волан-де-Морт. Вот у этих команд оказался. Поэтому мы вслух не произносим эти имена. Но, тем не менее, из песни слов не выкинешь, из истории тоже. Они все равно являются частью культурного наследия. Но, к сожалению, со сцены их уже в настоящее время, в связи со сложным периодом, лучше не петь. Но всегда можно послушать дома. А кто еще выйдет вместе с вами на сцену? Потому что вы будете петь и играть, естественно, не в одиночестве. Да, нет. Но в основном это будет в одиночестве. Потому что это как бы концерт-встреча, концерт-беседа. Там можно задавать вопросы из зала. Я буду что-то рассказывать по бурной длинной истории в рок-музыке моей жизни. Разные эпизоды вспоминая. В том числе и фильм «Асса», который тоже снимался в Крыму, в Ялте, как вы знаете. А я там пел песни в этом фильме. Но, кстати говоря, не все, наверное, об этом знают. Песни всем хорошо известны. Песни группы «Аквариум». Вашим голосом исполняет Африка Сергей Бугаев. Тот же старик Козлодоев, Мачалкин Блюз. Да, да, да. То, что известно всем. Да, и вот их как раз петь на концерте я не буду. Потому что у них автор не безызвестен. Но песню, которая под небом голубым, я спою. Потому что это не его. Это другой автор. Это не его песня. Да, там автор стихов Анри Валахонский. А музыка там якобы неизвестного композитора позднего средневековья. Но на самом деле написал ее замечательный гитарист Вавилов. Это была такая мистификация вся. Это знаменитая пластинка, лютневая музыка эпохи Возрождения. Вот в том числе там эта мелодия тоже звучит. Поэтому эта песня к исполнению вполне себе разрешибельна. Что касается фильма «Асс». А вот сейчас этот ярлык культовый, его приклеивают буквально ко всему. Но этот фильм, его действительно можно так назвать культовым для того времени. Таким глотком с перестроечной свободой. Одним из первых. Фильм, который, собственно, дал ход многим рок-музыкантам и тому же Цою. Потому что именно с Ассом, можно сказать, началась его такая всенародная слава. Несмотря на то, что он появился там в конце только с одной песней. Но я не раз слышал мнение от рок-музыкантов, какое-то такое негативное по отношению к этому фильму. Тот же барабанщик группы кино Густав Георгий Гурьянов как-то не очень хорошо об этой картине высказывался. Уж не знаю, чего там плохого. По крайней мере, сейчас она воспринимается с такой ностальгией. Потому что ты смотришь на ту Ялту конца 80-х годов и такие какие-то удивительные и грустные, и в то же время сладостные чувства все это вызывает. Как вы относитесь к этому фильму? Нет, ну это прекрасный фильм во всех отношениях. Надо сказать, что, конечно, и Соловьев, это художник мирового уровня. Жалко, он ушел от нас. Мы его провожали. К сожалению, уже нет с нами этого мастера с большой буквы. И там был великий кинооператор Павел Тимофеевич Лепешев, который многие фильмы Михалкова видели мастерами на художественного кадра. То есть там великие мастера работали по-настоящему. А фильм этот, я его всегда называл, что это последний фильм такой Советского Союза и первый фильм, открывающий новую эпоху. Он попал, не случайно, там вот грань веков все время идет параллельно с императором Павлом, с кончиной его безвременной, трагической. Но так все очень много получилось в этом какого-то предчувствия, какого-то пророчества. Хотя, на самом деле, это же был 88-й год, ничто не предвещало беды. Но, тем не менее, она с нами со всеми произошла. И самая великая трагедия 20-го века, она тоже произошла с нами и на наших глазах, кончина нашей великой страны. Ну, тот период, это был период надежд, восстановения, свободы, когда действительно, как вы говорите, ничто не предвещало. Ну, я, например, особо не рассчитывал на какие-то легкие времена. Помню, когда случился вот этот августовский путь и 91-го года, и потом, значит, все счастливые люди вышли на улицы. За ветром свободы меня позвал Саша Лепницкий пройтись с ними по Тверской. Тогда она еще была улица Горького. Говорит, возьми гитару, я взял непонятно зачем, у меня было на самом деле плохое настроение. Вот мы шли, шли сияющие радостные лица, а я помню, сел на лобном месте на Красной площади и сильно пригорюнился. Потому что я понимал, что до нас ничего хорошего не ждет. Потому что вот захотел Витя перемен, а жить в эпоху перемен, как мы знаем, да, очень даже плохо в основном, да, для обычного человека и для необычного тоже. Поэтому я все это предчувствовал, честно говоря. И вот тяжелейшие 90-е, да, годы такие, лишений, позора, они пришли все-таки, да. Ну, слава Богу, мы сейчас возрождаемся, да. Хотя тоже времена крайне тяжелые, но... А когда они были легкие? Тем более мы же все-таки форпост страны, да, на южных рубежах. И я в то время, я называл третьей обороной Севастополя, пока мы были в составе Украины. Вот, я всегда говорил, что это, конечно, народа не спросили, передали. А потом, в нынешние времена, я уже называю четвертой обороной Севастополя. Да, поэтому придется нам тут, естественно, оглядываясь на предков, не ударить лицом в грязь. Да, у вас здесь своя классификация. Сергей, продолжая беседу, давайте перенесемся во времена более стабильной, может быть, конечно, не такие сладкие для рок-музыкантов. В 1976 году, будучи студентом Гнесинского училища, вы стали участником команды под названием «Последний шанс». Давайте вспомним это время, потому что команда была действительно очень интересная. Потом в «Веселых ребятах» она участвовала, была такая телепрограмма, телешоу, как сейчас вы сказали. Да, вообще мы встретились еще в 1975 году, записали цикл передач для телевидения. Они сделали тогда записи, они мне сразу предложили вместе играть. Лена Камбурова пела там, а мы играли. Передача была о сугестивных способах воспитания людей. Но с 1976 года я с ними стал уже играть. И в общей сложности в этом коллективе 8 лет проиграл с перерывами, но в общей сложности 8 лет. Это был уникальный коллектив, он был театрализованный. Это был такой абсолютно спектакль. Нас обожала, естественно, вся московская богемная интеллигенция, потому что мы ни на кого не были похожи. Это была акустическая команда, гитара, скрипка, всякие мелкие перкаши, флейты. И каждая песня была как мини-спектакль. То есть ничего подобного не было и, к сожалению, уже и не будет. Да, это было такое очень интересное время. В 1981 у вас на дому состоялся один из первых, а может быть даже, если я ошибаюсь, первый квартирник группы, которая тогда еще не называлась группой кино. Это был дуэт Гарин и Гиперболоиды Виктор Цой и Алексей Рыбин. Вот вспоминая того же Виктора Цой, не так давно была годовщина гибели музыканта, я думаю, что, конечно же, Цой образца начала 80-х и Цой конца 80-х, это были абсолютно разные люди. Я бы не сказал, что абсолютно разные. Цой вообще был очень цельной натурой, причем с самого начала. Он какой-то был сразу правильно сформированный человек. Они тогда первый раз приехали в составе другой команды, не буду ее называть, и Цой просто играл на бэс-гитаре, там ничего не пел. А потом я организовал этот концерт в Москве. Он спросил это, говорит, вот вы организовали? Я говорю, да, а вот мы тут новую группу организуем. Ну, дуэт фактически. Можете нам организовать концерт? Я говорю, да хоть завтра. Он говорит, не, мы только начали репетировать, будем готовы через три месяца ровно. Я говорю, хорошо, давайте приезжайте через три месяца. Они приехали, я созвал всех знаменитых там рок-журналистов, устроил им первый квартирник, тоже в нем участвовал, у себя же на квартире. Вот, мы все это делали, я там тоже на перкашин играл, подпевал им. Неделю они у меня жили, показывал ему стрельниковское дыхание Цой, он тогда еще не очень ровно умел держать ноты. Вот, и первый концерт, и второй концерт в Москве я им организовывал. И он говорит, я всегда буду помнить, кто мне дал старт, да, в Москве. Так что Цоя, конечно, очень нам не хватает. Ну, так же, как и Саша Башлачева. Башлачев же тоже у меня первый концерт в Москве сыграл, и тоже квартирник. Да, и он выпущен, кстати, на CD, выпущен. Там указано, что это вот первый концерт Башлачева в Москве, и сыгран он на квартире у меня. Вот, вы знаете, я всегда довольно осторожно оперирую какими-либо определениями, но вот среди рок-музыкантов Башлачева я бы назвал действительно гением, потому что на самом деле его к какому-то жанру довольно сложно отнести все то, что он делал. Да, он был в первую очередь, наверное, поэтом. Вот так как он прильнул к этой рок-тусовке, так и стал рок-музыкантом. Но по большому счету, вот что вы думаете? Ну, он вообще абсолютно уникальное явление. Саш Баш, он, естественно, вываливается и все, контекста. Когда мне позвонил наш знаменитый рок-журналист и сказал, что тут приехал человек, который пишет удивительные песни, не рок такой, говорит, самостоятельный, просто под гитару, но в русском стиле. Я говорю, что, Ариэль, что ли? Он говорит, боже упаси, какой Ариэль? Я говорю, ну, приводи. Вот, давай, пришел этот журналист с тремя очень красивыми итальянками, которые не бельмеса не понимали по-русски, но слушали с таким восторгом просто все это. И мы там три часа взаимно пели друг к другу, тоже у меня на квартире. Все это было записано на хороший диктофон, и все потом было издано. Да, он, я считаю, и всегда говорил, что это самый выдающийся поэт последней четверти XX века, русский поэт, безусловно. Мне нелицеприятные крайние высказывания Бродского о Башлачеве. Мне очень неприятные. Я думаю, он просто его не понял, к сожалению. Ну, мы знаем массу примеров в истории, когда великие авторы терпеть не могли друг друга. Чтобы были какие-то свои личные точки. Да, да, да. Не будем вспоминать все, да, это будет очень длинный список. Да, но тем не менее я всегда считал Башлачева самым великим вот именно русским. Его можно, к нему можно приставить приставку «великий». А рокер он был вот по духу, по той вот страсти, по той полностью себя всего отдавал. Исполнение сбивал пальцы в кровь. Да, всегда у меня, кстати, когда был в Москве, брал у меня гитару для концертов. Это всегда были квартирники, к сожалению, в те времена. Но зато у них был свой совершенно дух, своя атмосфера. Тем не менее сохранилось немало записей, можно все это найти в интернете, увидеть, послушать и даже в очень неплохом качестве. Что для вас главное, когда вас приглашают сотрудничать с какой-либо командой, в частности для записи того или иного альбома? Конечно же я с удовольствием вспомню работу группы Алиса под названием «Джаз», потому что обожаю этот альбом. Он стоит вообще особняком в творчестве Алисы, в творчестве Кинчева, и ваша скрипка звучит там совершенно гениально. И в первой песне театра, и еще в нескольких вещах. Вот когда с кем-то вы сотрудничаете, особенно с какой-то вот такой известной, опять-таки, ну, скажем, да, культовой группой под названием Алиса, что вас привлекает? Ну да, мы с Костей-то тоже много квартирников вместе переиграли, да, одновременно. И он сразу мне сказал, вот у меня есть песни, они тоже вываливаются, вываливаются из общего такого контента, но очень хотел бы я там твою скрипку слышать. И там годы спустя, наконец, когда они созрели для записи альбома «Джаз», Костя мне позвонил и с удовольствием вместе поиграл. Ну вот это мое умение играть на скрипке и привносить такую рок-ноту в скрипку, оно сыграло со мной, с другой стороны, довольно, так сказать, злую шутку. Потому что в то время, когда все мои соратники свои собственные группы раскручивали, я в основном играл с ними на скрипке. И в то время, когда я организовал еще в 82-м году группу «Футбол», понимаешь, да, я в результате, у меня басиста забрали в армию, вот, и я пошел играть в машину времени. Да, то есть вот все время как-то были такие вот подводные камни на моем пути. С одной стороны, меня это очень все обогатило, естественно, я имею в виду духовно, вот, к сожалению, нематериально. Вот, но с другой стороны, конечно, собственное время на реализацию собственных проектов, оно у меня всегда было на втором, на третьем плане. Так вот руки и не доходили. Просто вы об этом не думали, потому что можно же было задаться целью. В конце концов найти продюсера, как группа кино нашла себя из Ншбисса и... Это все очень непросто. Я вот по своей... Надо быть настоящим вот таким лидером. У нас, к сожалению, отсутствует полностью все эти годы и до сих пор отсутствует такая структура, как вот менеджер по организации. Вот то, что называется там вот концертные какие-то организации, которые организовывают концерты. То, что существует в структурах мировых уже десятилетия. Ты им платишь определенный процент, они тебе все организуют. У нас эти структуры, в общем, всегда не присутствовали. И продюсеры брали только уже какие-то откровенно раскрученные бренды, которые знали, что они принесут большие дивиденды. А вот так, чтобы работать где-то на втором плане, такой вот массовой у нас культуры нет. И поэтому организатор группы, он помимо того, что он автор, должен быть исполнитель, фронтмен, он еще нес на себе всегда функции директора. То есть это надо сгонять все это вот нечеловечески разнообразное и сложное стадо рок-музыкантов. Вот в единую кучу сбивать и постоянно их вместе держать, заинтересовывать. Вот, к сожалению, у меня вот такие качества всегда отсутствовали. Потому что один заболел, другой не может, у третьего кризис, тот вдруг там перебрал с алкоголем, сорвал концерт. И вот это постоянная вот такая вот история, и ты должен действительно жить жизнью, но быть вот заодно еще и директором. Это потом уже у больших групп появились там директора, хорошие, плохие, средние, но они уже занимались всей организацией. Когда уже все это выскочило на широкую аудиторию. Но у меня, к сожалению, вот запала на этого не хватало. Да, жаль. Скрипка – это первый музыкальный инструмент, на котором вы научились играть? Вы ведь учились в Севастополе в первой музыкальной школе. Ну да, да, да. Мне очень жаль, что она переехала, потому что это историческое здание на Нахимовском проспекте, третий, четвертый этаж, одного из семи зданий, которые в центре уцелели после Великой Отечественной. И мы всегда гордились этим зданием. К сожалению, вот сейчас он переехал, и сейчас, конечно, уже дух не тот. Да, меня отдали на скрипочку. Сначала в хор отдали, там тут же обнаружили абсолютный вслух. Говорят, вот надо учить ребенка. Меня в семь лет запихнули. И пианино было тогда невозможно купить сразу, так просто. Надо было где-то стоять в очереди долго. А скрипочку – пожалуйста. Вот меня туда и засунули. В концерте, кстати, будет принимать участие Ливон Вознесенский. Он музыкальный руководитель театра Лавренева. Мой старый еще соратник, еще по Гнесинскому училищу. И он мне передал в свое время первую группу, он был руководителем ансамбля в Институте физкультуры, который назывался ансамбль «Лель», потому что там был орган «Лель». И там были все фехтовальщики, мастера спорта, ребята. Это была моя первая группа, с которой он на год старше меня учился. И когда он уходил уже из училища, он мне их передал по наследству. То есть это было такое первое прикосновение, не считая записей и музицирований с музыкантами. То есть когда «Последний шанс» пришел в училище и спросил, кто тут умеет играть на скрипке импровизации, то показали им только меня, только один человек тут играет импровизации на скрипке. Показал, кстати, меня Аркаша Шилклопер, такой знаменитый волторнист, тоже мастер авангардной музыки и прочее, такой, ну, со всемирным именем музыкальным. И он этим очень гордится, что вот он нас вместе свел. Да, мы вместе учились тоже в Гнесинке. Давайте вернемся к предстоящему концерту. Еще раз напомним зрителям, любителям хорошей, качественной, настоящей музыки, что состоится он 12 октября в Драматическом театре имени Бориса Лавренева Черноморского флота. И завершая беседу, вашими устами пригласим всех на эту концертную программу. Ну и заодно, естественно, пожелание в адрес севастопольских земляков тоже хотелось бы услышать. Да, билеты будут на сайте 24, вот такая продажа билетов через интернет идти будет. Касса 24? Касса 24, да. Вот, и всех я приглашаю, цены там вполне демократические будут. Вот, очень люблю свой город, очень люблю своих севастопольцев. И сам таковым всегда являлся и буду являться до конца. Сергей, спасибо вам огромное за то, что сегодня посетили нас. С нетерпением ждем концерта, а в том, что он пройдет успешно, я думаю, сомневаться не стоит. Приходите, друзья, 12 октября в театр имени Бориса Лавренева. Добро пожаловать, да. Напомню, что сегодня у нас в гостях был наш земляк, музыкант Сергей Рыженко. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Счастливо. 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 Счастливо.